История христианской церкви 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 Господь, благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Да, друзья, и как в Израиле мне научили молиться, там, пастор Сергей, конечно, сейчас в Израиле, я не знаю, будет ли он там на Завете или нет, но там я был в одной синагоге мессианской, и там наши евреи, в основном русские евреи, и раввин приезжает к ним, и он в начале служения сказал, давай достанем телефоны и помолимся. Что такое? Зачем доставать телефоны, чтобы молиться? И он сказал так, благоставит Бог наш, давший нам мобильную связь, и поверьте ли отключить время служения? Слава Богу. Я отключаю телефон свой, если бы кто-то не отключил, то отключайте телефоны свои. Да. А то было так пару раз. Мне очень приятно, во время прям семинара и во время служения один раз телефон зазвонил, в самый подходящий момент такой. Да, слава Богу за мобильную связь, слава Богу за интернет, который я не смог, к сожалению, пока подключить сегодня. Но, значит, вообще-то очень хорошая возможность такая выходить на, на самом деле, очень большие такие просторы информационные. И реформация начинается с информации. Я православный реформатор, православный обновленческий священнослужитель. И вкратце мое свидетельство такое, что в 88-м году начал свое служение в православном храме, в церкви, в православной церкви, обыкновенной, не реформаторской, не обновленческой русской православной церкви. И в 99-м году стал священником и служил на приходах Рязанской области, Брянской области. А в 96-м году, по идейным соображениям, вышел из-за русской православной церкви. И сейчас являюсь, с 2001 года являюсь священнослужителем православной реформаторской церкви. И, в общем-то, на что вы имели представление, можно представиться. Может, кто-то видел мои программы старые, 99-го года, допустим, программу Google с Александром Шевченко. Там как раз говорится о реформации православной церкви. Это мое служение. Но реформация начинается с информации. И, на самом деле, вот я последние вот эти месяцы, последние годы даже, больше езжу к разным библейским школам и церквям также в разных регионах. И рассказываю из истории христианства много назидательного, полезного такого. Потому что мне, как христианину, как православному христианину, как священнослужителю, очень в жизни помогло из истории христианства, правда историческая, истинно библейская и правда историческая. Помогли мне освободиться от многих неправильных вещей, которые были в моей жизни. Я думаю, что вот то, что сегодня мы услышим, оно поможет также многим христианам здесь и через вас, кому-то еще. Потому что, я думаю, что некоторые из вас смогут вот эту правду историческую, также вместе с библейской истиной, евангельской истиной, принести некоторым людям, допустим, и тоже помочь им освободиться. Потому что очень многие люди находятся в плену разных, разных родных заблуждений. И написано у Иоанна, слова Иисуса Христа записаны, что и познайте истину, написано, и истинно сделат вас свободными. Аминь. Ну, коль не получилась трансляция через интернет, но по крайней мере пишется все это, и я постараюсь в ближайшее время, чтобы это было уже в сети. И потому что наши, допустим, некоторые священники, там, прихожане, хотят тоже послушать, допустим, много этих материалов интересных, важных, таких полезных. Но я у себя в Церкви сейчас не так часто бываю, но с помощью вот как раз записей, с помощью трансляции, с помощью и записей этих на Ютубе, там, в социальных сетях русских, значит, могу быть поближе и к своей пастве, и тем более, что мое послание, оно в основном для, как раз, христиан, наверное, православных больше даже, чем для протестантов, хотя это тема общихристианская, она для всех христиан, независима, там, православных, католий, протестантов, она... Потому что это наша история с вами, общая история, и истоки-то у нас одни, и фундамент один, сам Иисус Христос, и, в общем-то, история Церкви очень многому нас полезного учит. И если мы не знаем истории, то мы обречены, будем так говорить, да еще не вникаем в Слово Божие, то мы вообще обречены просто совершать много раз одни и те же ошибки, какие до нас просто-напросто совершали наши предшественники. А если мы подкованы еще исторически, знаем истинную евангельскую, гиблейскую, плюс еще подкованы исторически, то, знаете ли, нас не так-то просто увлечь в сторону. Нам, ну, скажу так, проще оставаться на правильном пути, меньше шансов сбиться с пути. А второе, что мы можем помогать другим людям, которые попали в какие-то проблемы такие духовные. Ну, допустим, вот о себе скажу опять-таки, опять вначале. Потому что, как и правда историческая помогла вместе с евангельской истиной освободиться от многих лжеучений. Допустим, в 96-м году, вот изучая Слово Божье, Библию, и пересматривая историю через Слово Божье, именно через Библию, я, допустим, отошел от многих таких, ну, страшных очень учений, как, допустим, молитва за упокой. Я знаю, что многие из вас связаны, допустим, вот с похоронными служениями, да, значит, и вы видели разных священников, которые, допустим, совершают отпевания, да, на кладбище. Ну, и мы все соприкасаемся с этой стороной, как бы, да, бытия нашего. И я тоже был, когда священником традиционной церкви, я отбивал умерших и совершал эти похороны, там, и в церкви молился за упокой. Не только в церкви, но и дома тоже молился за упокой. Это, в общем, дело то, что делают тысячи моих коллег сегодня, и то, что делают миллионы православных христиан, я молился за упокой. А в 96-м году просто-напросто я в этом покаялся, и с тех пор, вот до сегодняшнего дня, я не молюсь за упокой, я молюсь только лишь за здравие, за живых людей. А почему? По идейным соображениям, потому что, вникая в Слово Божье, я понял кое-что, что где проблема-то, что, оказывается, одна из проблем моих, и вообще моей динаминации в том, что мы уделяем внимание мертвым больше, чем живым вообще. А ведь, согласно Божьему Слову, можно молиться за кого? За живых людей. Не за мертвых, а за живых людей. А за умерших лишь есть в Библии одна молитва. Это молитва за воскрешение недавно умершего человека. Вот, допустим, там описывается, да, факт о воскрешении из мертвых. И сам Иисус воскрешал, в конце концов, вот Лазаря, да, друга своего Лазаря воскресил. Но нигде в Библии не говорится о возможности молитвами живым людям повлиять на посмертную судьбу умершего человека. Это ересь и откровенная воды ересь. Она не выдерживает никого критики библейской, но, знаете ли, для меня библейская истина, когда открылась, мне было важно именно увидеть правду историческую. То есть мне было важно понять, как, раз этого нет в Библии, как же это все появилось в церкви. Есть такая книга Павла Рогозина, одного баптистского пастора, называется «Откуда все это появилось?». Вот это протестантский пастор, просто который проповедник, который задался такой целью, исторически исследовать, откуда появилось в церкви то или иное. И он стал историковать исторические факты и обнаружил, что многие вот эти вот, казалось бы, незыблемые догматы христианства, которые сегодня существуют как догматы, они пришли извне, они пришли с таких разных религий, они пришли с таких оккультных традиций и прочее. То же самое, допустим, я не крещу наденцев, и в нашей церкви мы не крестим наденцев, опять-таки, по единым соображениям. Вот у нас епархия небольшая сейчас, наше такое неформальное такое объединение, архиепископию киевскую, сегодня входят 11 церквей, разных церквей. В Украине, которая в основном находится, но и в других странах, в общем, безбожьего Советского Союза и не только уже. Так вот, и наши священники, епископы священники, в наших церквях, и я в том числе, мы не крестим, допустим, младенцев. То есть, педобаптизма у нас нет, вот это крещение младенцев. А почему? Потому что этого нет в Библии, это одно. Но важна не только еще истина евангельская, библейская, а еще и правда историческая. Когда я узнал из истории христианства, что это обряд, это традиция педобаптизма, крещение младенцев пришла в более позднюю эпоху, что первые христиане, первых там 300-400 даже лет фактически ничего не знали об этом, мне просто стало проще, легче освободиться от этого лжелучения. Вот вам пример, иллюстрация, как историческая правда в сочетании, именно в содружестве с истиной евангельской, помогает, вот мне лично помогла, допустим, и не раз уже в жизни, освобождаться от многих небиблейских, оккультных таких учений, которых полно пруд-прудив христианство сегодня. К сожалению. И по моему мнению, вот именно моя деноминация, именно правоославная церковь является наиболее проблематичной в этом отношении, то есть наиболее оккультно примененной деноминацией, но, знаете ли, людям сидящим во тьме и тени смерти, есть такое обетование, да, «восеял свет». Я знаю, что Господь, Он там, где грех призабил, да, благодать призабил, приумножается благодать, как там написано. Вообще, Иисус, я знаю, что Он в любой деноминации, Он может себя проявить очень сильно, потому что церковь Иисуса Христа, она одна, и в любой части своего тела Он просто полномочен, Он может проявить себя. И, как написано в шестой главе Деяния, и многие священников покорились вере. Вот я тоже мечтаю об этом времени, когда и у нас также многие православные священники, как и те еврейские священники в шестой главе Деяния покорятся вере. Вот такое вступление. И по истории христианства, по истории церкви, можно много что рассказывать. Я постараюсь, у нас очень мало времени, всего один вечер. Хочется вас как бы заинтересовать больше, наверное, этой темой, потому что невозможно за вот там три часа, допустим, да, три часа, получается, два тысячелетия пройти, да. Как бы даже, если я буду называть только самые главные события, которые были в истории христианства, и то времени не хватит. Какие-то главные такие, ключевые. Но запомните некоторые моменты. Можно, кстати, допустим, историю изучать в таких как бы исторических анекдотах, просто примерах из истории. Какие всякие случаи, интересные случаи из истории христианства, которые тоже в них запоминаемы. Но запомните некоторые моменты. Первых 300 лет, если кто пишет, ну не пишите, да, значит, есть слайд-шоу. Просто это, опять-таки, я так был перед такой дилемой, потому что если слайд-шоу сейчас показывать это, у меня здесь 950 слайдов. Вот, выбирать сейчас из них что-то так вот самое хорошее, мне они все нравятся. Здесь просто много что-то интересного. И, опять-таки, я буду сейчас листать эти слайды сейчас очень быстро, и вы ничего не поймете. И как бы мне будет неприятно пропускать интересные моменты такие. Знаете, я вот эти слайды все оставлю здесь, просто запишу на флешку, там, куда-нибудь, и вы сможете это все просмотреть каким-то образом, ну, для любопытствующих. Кого заинтересует эта тема, вы сможете это просмотреть, эти слайды сами. А также прослужить по истории христианства мои лекции, семинары. Вот, я тоже могу, ну, постараюсь сбросить все это вам, оставить где-то здесь в церкви. Вот, я благодарен Богу за знакомство, вот, кажется, с пастором Сергеем, вот, с вами. Завтра буду проповедовать здесь в собрании, в церкви, поэтому приглашайте ваших православных друзей. Я очень хочу проповедовать, конечно, в храме православном, может быть, здесь, допустим, в Кузнецке, где-то в Кемерово. Но по Сибири, матушки, знаете ли, мои коллеги, православные многие священники считают меня еретиком, отступником. Ну, уже поняли, почему, наверное, да? Я вам только лишь вверху шпазбера рассказал, и уже вам понятно, что, как бы, не жалуют меня мои братья. Значит, и свой среди чужих, чужой среди своих. И, не, мы не чужие, я свой. И вы не чужие для меня, вы свои, почему? Потому что, знаете ли, было время в моей жизни христианской, когда я так чурался, общение с другими христианами, но это было, опять-таки, почему? Потому что я жил в таких комплексах религиозных, и, знаете ли, вот эти вот православные мои были, мои заморочки. В любой динаминации есть свои какие-то заморочки, в любой динаминации есть свои какие-то такие сектанские, такие, течения, что ли, учения. Кто-то сектансным этим перепаливает в легкой форме, кто-то хронически, кто-то умирает от этого. Но, в общем-то, я переболел этим, слава Богу, Господь меня исцелил, освободил. И сегодня я, пожалуйста, руку протяну и песятку, или Баптисту, там, кому угодно. То, если Иисус Господь, если Иисус есть для Него Спаситель Господь, как и для меня, то брат и сестра Он для меня. И здесь не важно, какая вывеска, там, какая ряса на Нем, там, или как Он там крестится, или там в ладоши хлопает, или там на коленях стоит, там, или как бы Он там ни назывался вообще. Самое главное, что Иисус Спаситель Господь наш. И так верили первые христиане. Почему моя вот эта вера, она такая, я считаю, твердая, стабильная? Почему? Потому что это вера, которой жили первые христиане, это вера, которой жили первые верующие. И первая церковь этой веры существовала, слава Богу. И первых 300 лет, запомним так вот, что из истории, первых 300 лет наших с вами старших братьев, сестер, вот этих первых христиан в ранней церкви, не жаловали, конечно, римляне, думаю, многие из вас это знают, да? Слышали? Слышали, что первых христиан часто преследовали римские власти и вообще римские наместники местные, там, были, знаете ли, были гонения такие локальные, были такие имперские, широкомасштабные гонения, то есть по-разному. Но, думаю, многие из вас знают, да, что порой потехи ради, там, наших этих братьев, тогда сестер с вами старших, бросали просто на растерзание римам. Вот такие были времена. Не было у людей там телевидения, там, все было натурально. Все так бросали натурально на растерзание, распинали, сжигали. И, в общем-то, хлеба и зрелища этим жил Древний Рим. Не то, чтобы они были такие плохие, люди, как люди, не лучше, не хуже нас с вами, но просто люди жили, будучи помраченные в своих ложных религиях, в своем оккультизме. Сейчас оккультизм, как бы, возрождается уже где-то полтора столетий, продолжается такое время ренессанса, как бы, оккультизма на планете. Спиритизм, там, значит, там, и прочие мерзости. Но сейчас это, как бы, второе дыхание оккультизма на планете. Но тогда, в те времена, вообще люди этим жили. Это было, как само собой разумеющееся. Сегодня хотя бы какие-то тормоза есть у многих людей на Земле. Все-таки даже в постхристианском мире, да, как еще порой говорят в Европе, допустим, все равно у многих людей есть тормоза, что понимают, что, допустим, спиритизм это зло, как бы, да, это грех, как бы, то есть какое-то понимание есть. Но в те времена не было даже таких тормозов. Люди просто-напросто жили и умирали в оккультизме, и, как бы, это как само собой разумеющееся было, по умолчанию, в разуме людей. И это не считалось злым, это не считалось плохим. Понимание единого Бога было вообще, просто высмеивалось римлянами и греками, и они верили во многих богов и думали, это все хорошо, благочестиво. И смеялись на теме, кто как раз говорил, что это неправда. Но, господа, братья, сестры, скажу, что вот первые христиане, они отличались, конечно, по вере своей очень сильно от последующих христиан, тем, что они не молились в первых 300 лет, когда были гонения, никому в голову не приходило молиться кому-то еще помимо Господа, то есть никому в голову не приходило, допустим, молиться Матери Иисуса Христа, другим умершим святым, или ангелам, как посредникам. Хотя искушения были. Искушения наверняка были, конечно. Помним Иоанна на Патмосе, да? Старик уже, человек, проживший такую бурную жизнь христианскую, он был возле Иисуса Христа, он был и даже до последнего дня возле Иисуса, возле креста стоял, потом был свидетелем воскресения Иисуса, потом был крещен Духом Святым в день Пятидесятницы, то есть он такую жизнь прожил, он был в эпицентре вот этих духовных сражений, был евангелистом, написал Евангелие, то есть Духа Святого слышал не с чьих-то слов, а лично мог слышать хорошо Духа Святого, написал послание, то есть как бы и больше того прожил очень большую жизнь, был уже на Патмосе, в ссылке, есть разные предположения, сколько ему было лет тогда, мы не знаем точно, но говорят, что ему было за 90, уже когда он писал вот эти книги, книгу Откровения, по диктовку, с его слов было записано, но мы не знаем, даже если было ему там меньше 90, ну он был старым уже человеком однозначно, и это было в конце первого столетия, и однако же, знаете ли, вот седина в городу без ребро, да, вот значит, на старости лет Иоанн, казалось бы, прожив такую, как бы идеальную христианскую жизнь, да, значит, он описывает свои падения, он описывает, что с ним произошло в последних вот этих вот как раз главах книги Откровений, да, он пишет, что он два раза, значит, на те же грабли наступил, он поклонился ангелу, и нам кажется, ну как мог Иоанн это совершить, ну как бы ему уж это непростительно, но Иоанн пишет это подробно, и он пишет это не для того, чтобы опозорить себя, да, чтобы свою честь как бы уронить в глаза христиан, или для того, чтобы, ну, он пишет это как предостережение, я убежден, и слава Богу, что ангел, в общем-то, старика поддержал, он, значит, сказал ему правду, он сказал, Богу поклонись, Иоанн, не мне, а Богу поклонись, но Иоанн в скором времени опять на те же самые грабли наступил, опять поклонился ангелу, вот, и ангел его опять обличил в этом его падении, и слава Богу, два духовных падения, знаете ли, саперы ошибаются раз, апостолы, вот, ошибаются порой не раз, но, слава Богу, хотя любой грех он может привести к смерти христианина, но Господь, Он милости, и Он, Иоанна, вот, два раза перепутавший проводки, были духовные, будем так говорить, Он помиловал, просто-напросто, и не дал ему погибнуть, не дал ему подорваться духовно, а дал ему благодать просто, просто по благодати, и Он был спасен. И после Иоанна такие же искушения, они, конечно, были в каждом поколении христиан, но, слава Богу, что первые христиане побороли такие искушения и молились только лишь Господу. Первые молитвы, кому бы то ни было, помимо Господа, Матери Иисуса Христа и Его ближайшим друзьям, апостолам и ангелам, была лишь легализована, и само учение, это появилось в конце 4-го, начало 5-го столетия, а оно было легализовано, будем так говорить, в христианстве, в начале 5-го столетия. Запомним такую дату, 431 год, 431 год, вот именно в том самом злополучном 431 году, впервые в истории христианства вопрос был поднят на Вселенском аж соборе о том, что, мол, можно молиться еще кому-то помимо Господа. То есть первых, запомним, первых 400 лет христиане ни на Востоке, ни на Западе, нигде было еще, не молились никому другому помимо Господа. Знали Отцу, Сыну, Святому Духу молиться, все, больше никому не молились. Знали лишь одного посредника, первого священника Иисуса Христа. Знаете, местописание такое, напомню, 1 Тимофеев, кто помнит, может быть, 1 Тимофеев, 2 глава, 5 стих написано, ибо един Бог и един посредник, между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. И это не просто такое заменение Павла, нет, это Духом Святым послание, писанное. И больше того, весь Новый Завет как раз говорит о первом священнике Иисусе Христе. То есть нет ни в ком ином нет спасения, только в Иисусе. И сам Иисус, я напоминаю слова его, записано у Иоанна в 14-й веке, 6-м стихе. Он сказал, я есть путь, истина и жизнь. И он подчеркивает, никто не приводит к Отцу, как только лишь через меня. И этим жили первые христиане, первых четырех столетий. Первых трех столетий гонений и еще целое столетие мира. Потому что в 4-м веке, вы вспоминаете, да, три столетия гонений, потом было 4-е столетие уже свободы. Когда легализовалось много союзов христианской церкви, когда строились тысячи храмов, больших и малых этих церковных зданий строилось. И на востоке, и на западе империя была огромная. Представляете себе, да, Римской империи тогда шли? Начиная чуть ли не от Скандинавии и до африканских этих территорий. Потом от Великобритании и до Ирана, Ирака и Индии. Вот огромнейшая территория. И по всей этой территории на протяжении 4-го столетия строилось множество, тысячи и тысячи больших и малых церквей. Христиане легально проводили собрания, служения, церкви умножались, распространялись. И знаете ли, ни в одной, я подчеркиваю, ни в одной из этих церквей на протяжении всего 4-го столетия никому в голову не приходило ни священникам, ни прихожанам молиться кому-то еще помимо Господа. Ни в голову не приходила такая ересь. Но в конце 4-го столетия и начало 5-го уже столетия эта ересь появилась. Где она зародилась? Исторически очень интересно. Я скажу, опять-таки, немного о себе. То, что я молился много разным святым. И мне было очень сложно отказаться от этой ереси. Очень сложно. Потому что я был убежден, что это испокон веков идущее. Но правда историческая, когда я просто историю христианства стал пересматривать через Писание, я увидел кое-что, собственно, другое. Оказывается, собственно, первые-то христиане не молились никому помимо Господа. Поэтому, если я перестану молиться, допустим, Богородице, другим умершим святым или ангелам, я не изменю своей вере, а наоборот, я изменю ереси. А как раз вернусь к вере. К вере апостольской, к вере святой. К вере христианской. Вот, и знаете ли, те христиане, что молятся сегодня, православные католики и частично протестанты, я таких тоже знаю протестантов, на Западе, допустим, в Америке встречал таких протестантов, англиканские некоторые приходы, епископальные церкви молятся еще и Богородицы, и, ну, Марии, Матери Иисуса, да, святым некоторым. Ну, это отдельное. Вообще-то, чаще всего протестанты не молятся никому. И слава Богу, слава Богу. Потому что протестанты, некоторые вопросы задают, а где были протестанты до 16-го столетия? В первые века христианства церковь только такая и была. Протестантизм это, вот, реформация 16-го века, допустим, да, Лютер, там, Камин, Цвингли, Аннабаптисты, Баптисты, это не выдумывание чего-то нового. Они не взяли, сели и новую религию создали. Знаете, так нельзя представлять себе. Они просто-напросто, эти люди по-разному, конечно, в разных, как бы, по-разному мысля, по-разному понимаем многие вопросы, там, второстепенные, третьестепенные, но в главном увидели, что самая суть-то, что нужно церкви вернуться к первой вот этой любви своей. Вот, к началу, если у нас вот сейчас в церкви такой бардак, если у нас в церкви сегодня такая вот, вот эта религиозная, мафиозная, корруппированная структура, паразитирующая на многих народах, знаете ли, то не всегда же было так в христианстве. Они стали размышлять, раздумывать о том, что бы мы потеряли вообще. И, слава Богу, что они не стали изобретать новые религии какие-то, знаете ли, искать новых откровений. И Лютер очень четко и ясно заявил, «Сова скриптура, да, только Писание». И, как бы, это взорвало всю Европу. Слава Иисусу за Лютера, слава Богу за таких героев веры. Конечно, Лютер не и дьявол был, не ангел, да и Илья был тоже, подобный нам человек. У него было своих полно заморочек. Вот, был обычный человек. Бог использует не ангелов, Бог использует простых людей со своими, начали говорить, как говорится, нараканами, белами, как говорят, да, со своими проблемами. Но те, даже от нас он не требует порой огромной веры какой-то, он требует порой от нас даже очень малого, там, зверчичное зерно, просто дай Богу шанс что-то сделать через себя. И он совершает эту работу. Слава Иисусу! И Лютер, там, и Кальвин, другие реформаторы 16 века, они там не до конца купомину перерезали католицизма. Во многом они такими же католиками и остались, и умерли, такими же предобаптистами был Лютер до конца своих дней, да, и в реформатских церквях, кальвинистских до сих пор, в крестах Маденцев тоже. Этот антисметизм, шлейф еще оставался хвост, хвостов было полно вообще и у Лютера, и у других реформаторов. Конечно, антисметизм Лютера по сравнению с антисметизмом Папы Римского тогдашнего и традиционной католической церкви, это как небо и земля, конечно. Это уже, скажу так, это скорее сиадизм даже, чем антисметизм. То есть, Лютер же заступался, из-за евреев заступался. Хотя, с другой стороны, он поддакивал тогда, когда рушились синагоги, значит, и говорил, что пора евреев обращать в христианство. То есть, он был таким же католиком в мозгах еще, в своем мышлении, образе абсолютно. Но, слава Богу, что уже сделал шаг вперед. Другие братья, другие люди сделали другие шаги вперед. И реформация 16 века, это, на самом деле, очень мощная такая в истории строка. Я люблю очень эту тему. Вы знаете, я люблю говорить об этих людях, героях веры, но проставляя не Лютера, конечно же, не Камена, не кого-то еще из этих отцов, а вот именно самого Иисуса Христа, который и вчера, и сегодня, и в обеке тот же написан. Аминь. Да, господа, вот такое. Я расскажу о... Если историю христианства нарисовать, то можно нарисовать так, что после 4-го примерно столетия, ну, как бы, после 3-го даже столетия, история христианства стала постепенно, так, то быстро, то так медленно, но скатываться вниз, история церкви. И так продолжалось до начала 16-го столетия. Больше или меньше, но скатывалась история церкви вниз. Все ниже, ниже, ниже. Дошло до просто маразма, дошло просто откровенного. Христианство было 100% фактически в Европе, но эти века называли мрачным средневековьем. Христианство стало мрачным, представляете? Потому что христианство было не Христово, а христианство было мафиозное, христианство было коррумпированное, христианство было без Иисуса, без Библии. И у нас, здесь на Руси, и там, в Западной Европе, ну, в христианских странах, короче говоря, за хранение порой Библии сжигали на кострах, значит, за чтение Библии сжигали на кострах. Вот, не только там в Европе, у нас тоже. Наша инквизиция была православно не меньше суровая, чем западноевропейская, просто о ней не принято говорить, как бы. Но хрен резко не стаще. Все равно на каком костре сожгут православном или католическом. Хотя православный костер был в чем-то даже еще более ужасным. Как правило, на Востоке, именно в православной церкви, в русской обычно, сжигали, как правило, на медленном огне, чаще всего, в отличие от Запада Европы, где сжигали сразу на большом огне. То есть, как бы были свои нюансы. Я был в Амстердаме в музее инквизиции. Там большая экспозиция стоит. Там многие экспонаты натуральные, не восстановленные какие-то, а вот именно вот тех времен стоят. Там такие ужасные всякие кресла, на которых мучили еретиков, отступников, там видим, там что-то среднее такое между креслом стоматолога и гинеколога, что-то такое. И все это еще, плюс еще с такими клещами такими, знаете ли, там насчет, там, я говорю, ужас какой-то. И потом всякие дыбы эти, колеса, и нечто подобное было у нас тоже в СССР тогда. Выставлялось в музее религии и атеизма. Кто, может, был, если когда-то... Я побывал в Ленинграде тогда, ну, по крайней мере, до 89-го, что ли, года, или до 90-го года, эта экспозиция выставлялась тогда в храме Казанской церкви. Прямо вот на... ну, в центре города Петербурга, это место, на Невском проспекте, Казанский собор. Он тогда не был действующим, он тогда был еще, значит, музеем. Здание храма используют как музей религии и атеизма. И там была экспозиция о православной инквизиции. Это было, скажу так, что, ну, не лучше, чем в Амстердаме, экспозиции. То есть, как бы, такого же уровня, будем так говорить. Только в Амстердаме там еще, как бы, с этими шоу, восковые всякие фигуры, там идешь, там просто гильотина, хоп, и башка полетела. Ну, как бы, ужасно, конечно. И, значит, и там запись такая, крик... В соборе такого не было, конечно. Не было этих рисковых фигур, не было, там, как бы, подсветок каких-то страшных, каких-то хохота. Вот, как бы, значит, ну, как бы, поэтому музей в Амстердаме, он больше похож на, как бы, фильм ужасов или там, или комнаты ужасов, но только с реальными экспонатами, как бы, музейными. Вот, в Казанском соборе выставляло все очень проще, гораздо и, как бы, ну, не меньше было страшно, честно говоря. Когда смотришь на вот эти крещи, которые мне ломали ребра, снимали кожу, значит, там, значит, все эти приспособления, которые были орудиями православных инквизиторов прошлых столетий. Но, конечно, в основном инквизиция Свирепского православная, это Подмосковье, это Иосиф Волоколамский монастырь, был один из центров инквизиции. Знаменитые Соловки, значит, ну, они не были такие, как бы, суровые, на самом-то деле. Больше все-таки Иосиф Волоколамский монастырь был известен, именно камерный пыток своими душегубками и прочими, а также Спасо-Ефимовский монастырь в Суздале и другие некоторые обители были именно использованы, как именно исключительно инквизиторские обители. Вот, это отдельная история, то есть нам есть тоже, чем каяться. Я думаю, что пришло время и нашим иерархам присоединиться к тому, что сделал вот прежний римский папа, Иван Павел II, по отношению к католической церкви. Потому что покаяние – это не признак слабости церкви, а наоборот. По-мирскому, может быть, так оно и есть, но если брать духовную сторону жизни, а мы христиане должны так размышлять, то покаяние – это не признак слабости церкви, а наоборот, признак взрослости церкви, признак зрелости церкви. И покаяние, оно не унижает церковь, а наоборот, возвышает. Кстати, вот прямой пример из истории. Когда Иван Павел II начал покаяние в антисметизме, покаяние в инквизиции, покаяние во многих этих злодеяниях церкви, и вместе с ним каялись некоторые кардиналы и епископы от лица католической церкви, то перед тем, как он начал это все, некоторые политологи, религиозные деятели, политологи говорили ему воздержаться от этого, потому что и без того низкий рейтинг церкви упадет еще ниже. Но получилось прямо наоборот. В первом же десятилетии, сразу после начала покаяния, рейтинг церкви резко поднялся. Это было во всем отмечено. В бизнесе, в религии, там, значит, политике, влияние ватиканских послов, представителей стало гораздо больше, намного больше, и на востоке, и на западе. И, понимаете ли, то есть при Иване Павле II в католичных церквях испытала реальность Божьего закона, что возвышающий себя унизится. Вот, и, значит, и наоборот, кто унижен, да, сам себя унижает, он кавится, безусловно, да, смиряется, он будет возвышен до Бога. Хорошо, друзья, я верю, что покаяние православной церкви в инквизиции нашей православной, оно не унизит православие, оно, наоборот, возвысит. И покаяние, оно не уронит авторитет церкви в глазах общества, а наоборот, поднимет. Я в этом глубоко убежден. И для меня большой пример, вот, пример католической церкви. У меня много друзей-католиков, я бываю в костелах, иногда проповедую, тоже, значит, и в польских костелах, в американских костелах католических проповедую. В особенности вот этих среди католиков-харизматиков, которые крещены Духом Святым, как и я крещен Духом Святым, и я такой православный харизматик. В Америке есть даже такая тоже церковь наша, называется харизматическая православная церковь. Харизматик, ортодокс Чёрпыч. Так что, православным харизматам есть что даже рассказать. И, кстати, патриарх в этой церкви в Америке, это и белый американец православный, крещеный Духом Святым, епископ Марк Керси, он является и патриархом этой сейчас церкви, и, как, исполняющий обязанности патриарх, вместо блюстителя патриарша. В основном эта церковь находится на юге, в южных штатах, центр находится во Флориде, в городе Сан-Агустине. Флорида, это как, допустим, Крым. Это полуостров такой курортный, там, жуй кокос, ешь банана. Это, чунглечанка такая. И очень расслабляет этот полуостров, конечно, но там находится как раз центр вот этой церкви, хоризматической православной церкви. Там, в городе Сан-Агустине, это самый старый город Северной Америки вообще. В США самый старый город, его основывали еще испанские конкистадоры. И вот именно в этом городе находится центр православной реформации такой, не только в Америке, но и вообще в мире, по сути. И все православные священники, там, епископы, кто крещен Духом Святым в разных странах мира, они все туда стекаются, потому что, ну, там, центр и патриархии, и центр этой церкви. И патриарх этой церкви, православный патриарх, говорит такие слова, Марк Херси, что говорит, раньше, говорит, для него было странно, что если православный человек, и тем более священник, и молится на языках. А теперь для меня странно другое, говорит, если православный человек, и тем более священник, и не молится на языках. Вот это для меня странно теперь. Да, потому что, на самом деле, дело не то, что он говорил даже о молитве, он говорил вообще о переживании и крещении Туха Святы, о том, что это для всех христиан и для нас православных тоже. Мы не должны быть, знаете, в стороне. Это все равно, что, допустим, тело омывается, да, а рукой не моешь, допустим. Вот, даже все тело омыться, и Дух Святой, это не только удел для отдельных динаминаций каких-то, допустим, он для всего тела Христа, слава Богу. Но есть, конечно, части тела Христа, которые очень сильно перетянуты жгутами таких религиозных ложеучений, что туда и не пробиться в Духу Святому, казалось бы, который уже в омертвении находится, казалось бы. Но эти жгуты будут сняты, и циркуляция продолжится, и Господь оживит Церковь Свою славу Иисусу. Да, друзья, и вот о чем я сказал? Что сказал о том, что христиане первых четырех столетий, да, трех столетий гонений, потом целого столетия мира, не знали молитв за покой, и молитв мертвым, и молитв за умерших. А в принципе, это по большому счету одного поля ягода. Потому что, опять-таки, молитва умершим, молитва за умерших, это все, в принципе, одна доктрина, только с разных сторон. И вот, откуда появилось это, эти ложеучения появились, о молитве умершим, допустим, и молитве за умерших, они появились из Африки. В Африке, вы, наверное, слышали, да, вот, Эфиопия, Сомали, вот в этих странах, ну, в Египте, конечно же, тоже, да, север-восток Африки. То есть, эта ересь, она чисто водоафриканская ересь, во-первых. Она пришла из Африки чернокожие христиане получали откровения. От чего они получали откровения? Не от Библии. К сожалению, монахи, в то время зародилось монашество. Вот так я расскажу вкратце. Зародилось монашество, и одна из таких проблем монашества, монашество вышло из гнастицизма, то есть, это древние мистические учения, и поэтому спиритизм, который осуждался в Библии, осуждается, и христианами не принимаются, никогда не принимаются. А для гностика это было нормально, хорошо. Монашество с самого начала своего, к сожалению, как духовность воспринимало. Сегодняшние монахи, конечно, уже во многом отличаются от того, что было в первых поколениях. Первое поколение монашества, отцы, добротолюбия, фактически все были сплошь и рядом оккультисты, спиритисты. Примеров здесь хоть отбавляю, у нас просто очень мало времени. Я вкратце назову кланов таких спиритистов. Это Антоний Великий, Макарий Египетский, Пафомий Великий, Пафнутий и много других отцов менее известных, менее авторитетных. У Макария Египетского, допустим, в официальной версии его жития, то есть рассказ о жизни этого монаха, официально одобренный московским премиархатом, книга издана, не так давно переиздана, ну больше двадцати откровенно описано спиритических опытов его, общения с духами умерших. Самый потрясающий опыт описан, я не буду там у многих, кстати, все опыты спиритические этих монахов, они происходили обычно один-один в пустыне, то есть без свидетелей, за редким исключением. У Макария было тоже так, у Макария почти все описаны опыта спиритизма, то есть его вызывания умерших, духов там, разговоры с ними, записаны с его слов, то есть мы знаем это из его уст. Правда, некоторые спиритические опыты Макария имел именно в присутствии свидетелей, но опять-таки, это были заинтересованные, это были его ученики, то есть из них плохие свидетели, но один из опытов спиритических, описанный там, в житии святого Макария, потому что он в официальной церкви до сих пор официально святой, к сожалению, спиритист, монах, оккультист, до сих пор святой. Один из примеров, он был приютным и описан как именно общий такой, присутствие большой толпы людей, но самый такой пример потрясающий, это вот беседа Макария с черепом называется, то есть он в пустыне нашел человеческий череп, каким-то образом вызвал дух, которому череп при жизни принадлежал, дух ему отвечал из черепа, он задавал вопрос духу, дух отвечал ему из черепа. И из этого разговора Макарий вынес откровение, первое в истории христианства, что молиться за умерших не то, что можно, а даже нужно, якобы, даже необходимо. Значит, покойник этот, дух этот, который отвечал ему из черепа, убедил Макария, что якобы, когда поминают, когда вспоминают об этих умерших, тем более, если помолят за них, то им будет великое облегчение, как бы, этим умершим, находящимся в аду. А этот видолага, говорящий из черепа, признался, что он находится на самом дне ада. Он был, с его слов, как бы, Макарий, мы знаем, что это был, якобы, жрец оккультной египетской религии. И он находился на дне ада. И, в общем-то, Макарий прослезился, он там, как бы, очень расчувствовался по этому поводу. Нет, если он поверил в это, то, безусловно, он принял за чистую монету все это, хотя, на самом деле, согласно слову Божьему, я могу сделать вывод один лишь, что он общался не с духом жреца оккультной этой египетской религии, находящимся на дне ада, а с бесом, который просто-напросто мог говорить на том наречии, старом египетском наречии. Он мог произносить такие имена какие-то, допустим, известные, факты какие-то из истории Египта, допустим, древнего. То есть, в принципе, Макарий вводил за нос сам дьявол. И Макарий принял за чистую монету это откровение больше того. Подобно спиритических сеансов было много не только у Макария, но и у других отцов тогдашних первопроходцев монашества, у отцов-основателей монашества. Фактически все так или иначе основатели монашества были спиритистами и оккультистами. То есть, это вообще я против монашества. Вы уже поняли, да? Я откровенно против монашества. Я не против монахов, я за монахов, даже наоборот, но против монашества как явление уродливого, антихристианское явление, находящееся в христианстве по сей день. Я против монашества как именно движение в целом, потому что это до сих пор откровенно оккультное движение, ничего общего с христианством не имеющее. Но до сих пор Уживающейся в христианстве Но я могу потом объяснить еще Почему оно уживается на сихло в христианстве И знаете ли что скажу Что пришло время просто каяться Пришло время освобождаться церкви от этого зла И вот именно через монашество многобожие И вот молитва разным святым Дополнительным помимо Господа И также молитва за упокой за умерших Они пришли в жизнь церкви То есть монахи жили в Африке Особенно их много было тогда в Эфиопии и Сомали И вот оттуда постепенно Они же как паломники, как гости Бывали в странах Востока И побывав в странах Востока Они разговаривали с христианами И попытались убеждать их Что якобы молиться можно не только Господу Что наше христианство нужно изменять Что мы уже 400 лет молимся только лишь Богу Там отцу сына и святому духу Только лишь Иисусу Христу Но пришло время новых откровений Что якобы в пустынях монахом является Мария Матерь Иисуса Христа Убеждая их молиться ей Что якобы она вот там в небесной иерархии Заняла очень важную такую стратегическую позицию И что ученики Иисуса Его ближайшие соратники, друзья, апостолы Они уже посели духовно на престолах своих Чтобы судить колено Израиля Поэтому уже можно их просить о чем-то Чтобы они попросили как бы Бога за нас Но особенно шла речь за Марию, конечно То есть в христианство превратилась откровенная ересь Вы скажете, неужели христиане были такими простофилями Знаете, вот взяли и зачистил монету Это приняли-то все Неужели они эту религиозную лапшу на уши Своей так доверчиво приняли И ничего по этому поводу не говорили Не все так просто было на самом деле На самом деле Те отцы церкви Конца 4-го столетия Что узнавали об этой ересе Они давали достойный отпор Один из этих отцов Запомните, пожалуйста Очень пригодится вам, думаю Это Епифаний Кипрский Епифаний, архиепископ Кипрский Епифаний Кипрский, он тоже, кстати, официально святой В православной церкви И в католической церкви Но это был именно один из тех столпов веры Что тогда противостоял этой ереси Слава Богу Он дал достойный отпор этим африканским гостям Которые на его острове Где он был епископом Стали эти ереси распространять По поводу Марии, матери Иисуса Он сказал следующее Епифаний Что ее, Марию Должна уважать Но никто не должен молиться ей И слава Богу А сегодня самому Епифанию Молится От порча, от глаза там Значит, больше того Под влиянием африканских этих гостей В одном из городов, значит, Кипра В городе Аннаблате Было сделано изображение На полотне Изображения Христа Представьте, в конце четверого столетия Впервые было сделано изображение Иисуса Никогда еще в христианстве не было изображения Я тоже коснусь этой темы Первые христиане не знали Подобной традиции Первые христиане Первых почти четырех столетий Не имели изображения ни Христа Ни тем более его мамы Ни тем более его друзей апостолов Или кого-то еще Это все, опять-таки, тоже из Африки Ересь принесенная Правда, уже не из Ефиопии А из Египта, говорят Именно египетские школы живописи Услужили предложить И сделать портреты Изображения Иисуса, Марии, апостолов Иллюстрируя Тогдашние зарождающиеся ереси И вот И в городе Аноплате Было сделано изображение Иисуса На холсте На полотне Прямо вот на самом видном месте Этого собора Городского И Епифаний Кипрский Приехав в этот город Посетив этот город Побывав на служении Он вышел И перед всеми людьми Собравшимися нам христианами В этом соборе Он собственноручно Это изображение уничтожил И заявил Что подобное Есть новшество Есть очень опасное новшество Что это есть повод К идолу поклонству Которое Знаете Эпифаний как будто в воду глядел Буквально лет через 50 После уже его смерти Были уже изображения Не только Где-то на востоке Даже уже и на западе Были изображения Им уже тайком Уже постепенно Начали поклоняться уже Почитать их Целовать их И прочее А уже прошло еще Лет 150 И уже появились Такие учителя Которые говорили Что мол даже Можно откровенно Целовать Полотно Или доску С изображением Ради того Кого оно изображает Через образ На первый образ Был такой Леонтий Такой архиепископ Из Неаполя Неаполитанский епископ Который эту ересь Впервые провозгласил Но слава богу Что его тогда же Там в 6 веке Его разоблачил Филаксен Такой был Богослов Иеропольский Который написал Книгу против Этого Леонтия Заявив Что То что Леонтий Пропакандируют Это является Ну по сути Антихристианством Которое подается За христианство Этим Леонтиям И слава богу Что большинство Итальянских епископов Они поддержали Именно Филаксена И ополчились Против Леонтия Который Вот эту ересь Стал провозглашать Но до сих пор К сожалению Эту ересь В христианстве Пропакандируют Вы наверное Слышали об этом уже Да? Через образ На первый образ Допустим Может быть Вы говорили С кем-то Из традиционного Православного Допустим Что Вот почему Друг ты целуешь икону Мне когда Говорили такое раньше Я говорил Да вы что Мне Показывали на Библию Я говорил Ну-ка закройте Библию Давайте поговорим Так нормально Я вам пример приведу Я стал там рассказывать Такую душевную историю Туман напускал Такого Знаете Там легко обманывать В тумане На чистую воду Когда выведешь Слово Божье Там Любого афериста Можно Религиозного В два счета Распознать А когда много тумана Там уже Знаете Из тумана Выплывают И вот Значит И Я такой туман Нагнал Стал говорить Смотрите Вот так вот так Допустим Парень любит девушку Ну как в семинаре Обычно рассказывают Классический пример И вот Значит И он целует Фотографию Девушки Но он любит Не саму же фотографию Он любит Девушку И он через образ На первообраз И вот Мы тоже Говорим православным Мы да Мы Со стороны кажется Что мы Значит Как бы Поклоняемся Этим иконам Со стороны Может быть Так и кажется Но Не надо Как говорится Божий дар С яичницей Путать Кислость Пресна Не надо Все вместе Вот Мы Внешне То же самое Делаем Что Все язычники Перед идолами Но Ну посмотрите Ну 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 Парень Любит Девушку Целует Фотографию Но Ну Подумайте А что Можно Сказать о парне Который Любит Девушку А целует Журнал Где много Всяких Девушек Фотографии Кого же он любит Если вы говорите о том Что на Христа Перекидываетесь То Почему В цеплях Столько много Всяких образов Кого же любит В конце концов Православная Христианин Если он целует И того И пятого И десятого Я в разных храмах Служил По Рязанской области По Брянской области В одном храме Служил Правда Так В Брянской области А как Чтец Хором Руководил В Орловской Епархии В Орловской области И значит В Московской области И В десятках храмов Служил Очень разных Очень непохожих И старых И восстановленных И новых И знаете Так черно было видеть Когда Допустим Люди подходят И вот Образа все Целуют 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 Там все Там Бозику Потелю И там Вот Поцеловал 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 И детей К этому Тоже приучают Как бы с детства Знаете Такой Как бы Окультизм Для малолетних Поцелуй Боженьку Поцелуй Боженьку Еще Вот значит И того Боженька И ту Боженьку А там значит На выходе В некоторых храмах Рисуют Страшный суд Там И Наверху там Небожители А внизу там Сатана Значит И виден Змеи падает Значит И Всякие черти летят Но прихожанам Туда не дотянуться Небожители До Иисуса Христа Там ангелов Святых Они Этого И чертей всех Целуют И сатану С этим красным глазом Такой дракон Типа динозавр И вот Тоже целуют А я когда Так смотрю Думаю Я батюшу местную Говорю Отец Ну смотри Твои прихожане Чертистей Перецеловали Я уже говорил Не раз Они Все Все одно Что не поп То и батька Что не икона То святыня И все А в одном храме Там был Ельцин нарисован Тогда Как раз Он был президент Действующим Еще живой был Да Был президентом Еще И Лужков И кто-то еще Не помню Потому что А ну Вот эти Московское Руководство Там Областное Руководство Было нарисовано Это храм Как называется Бывший Богородск Город Ногинск 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 Как раз через Ногинск Несли Как раз Мощи Сорохима Саровского Это было в 91 Да Или в 92 Я еще не помню В 91 Год Первый раз Несли как раз Через крестным ходом И Эта История Запечатлений Ну правда И там И Ельцин был И все прочие там Товарищи Были без нимбов Конечно же Но они Они просто были Ну нарисованы Но среди них там Попадали святые Какие-то там Знаете ли Ангелы Что-то еще Вот И прихожане тоже Там И Борис Николаевич Это всех Короче Всех поцеловать Никого не обидеть Но Выдумать это Только сегодня Чудят Нет конечно В древности Так было принято Вообще даже Это было популярно Это Это Хорошо забытое старое Допустим Взять там Какие-то соборы Древние там Времен там еще Там Ну сразу после Отключения Руси Допустим Да Времен Ну кого После Князя Владимира Там Да Ярослав Мудрый Тот же самый Там другие Владимир Мономах Там эти вот Князья Киевские Они не забывали Про собственные персоны Когда храм Мога разрисовывался То там Обязательно Рисовались Они Сами Их там Чада Их там Жена Ну правда без нимбов Но в том В таком же стиле Абсолютно Рисовались Что там В принципе Вопрос времени Его канонизация Пройдет время Он понимал Что он в принципе Пройдет там 100, 200, 500 лет И он рано или поздно В святые попадет Так и получалось В истории Потом проходило время Он попадал в святые И художникам Оставалось только Лишь дорисовать нимб И все В принципе Дело было За малым Вот такая Канонизация И Политическая Откровенная Канонизация Как допустим Канонизация Николая Второго Последнего русского царя Вот Где Ну 100% политика Там никакого Вообще Нет даже Ну Христианства Православного Или какого-то другого Так И Господа Скажу что В христианстве Первых Вот этих столетий Изменения наступили Вот как раз Конец Четвертого Начала пятого Столетия Фактически Чего бы мы сейчас Не коснулись Изменения были Очень серьезными Я уже назвал Да молитва за упокой Вот в это же время Как раз пришла Молитва умершим Матери Иисуса Умершим апостолом Там святым Всяким Опять-таки В конце Четвертого Начала пятого Столетия Но если Как бы Брать даты То я уже Упомянул Да Самый такой Трагичный Собор Роковую дату В истории Христианства Это 431 год Третий Вселенский Собор 431 год На первых Я Хорошо Просто Это будет Много Времени Я не буду Подробно Рассказывать Об этом Соборе Я скажу Вкратце Лишь Что Проблема была В цезарепопизме Цезарепопизм Что это такое Это Система Взаимоотношения Цезарепопизм